Папа очень любит чеснок, но декларирует, что он его не ест. Когда он где-то в кафе, он говорит, тут есть чеснок, наивные официанты говорят, это я не буду. Когда он спрашивает у внучки или у жены, есть ли чеснок, они говорят, что ты, что ты. Жена, это твоя мама. И ест его промышленных хорисов. Мы не можем столько съесть чеснока, сколько любит есть папа. Теперь рассказываю правду. Вы молодые, веселые люди, а я старый гриб. Была война, чтобы вы знали, Великая Отечественная война. И нас вот такую шпану, когда он начал петь, что-то пел. Погиб наш юный барабанщик. В этом возрасте нас отправили в эвакуацию. Это по Целикамскому город Чердень, замечательный город. Родители мои поехали с фронтовыми бригадами на фронт. Мама была руководитель. Мама руководитель бригады. А мы там с бабушками сидели. Основная еда была очень тоненький, черный хлеб, намазанный очень тоненьким слоем сала. И на нем, как шайбы, были нарезаны чесночинки. Очень вкусно. И мы это полтора года, круглые сутки ели. Без водки? А? Без водки все это. Мне было 5 лет, и я сейчас пил очень... Не мог же вставать водку, если я знал где. Нет, я скромно пил тогда. Если бы не я, вы бы все тут без меня пропали. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я помню, это тартар из лосося в креме из авокадо. Ой-ой-ой. Вот это тоже вилками надо накладывать. Мне помню, Карцев рассказывал, что его однажды Райкин отправил со сцены. Но не во время спектакля, а во время репетиции, потому что он накануне чесночком... Да, конечно, я же работал даже в театре, успел с Арка Исааковичем поработать. Он действительно чеснок не носит. Просто сказал, что вот когда проветрится... У вас, я знаю, тоже такие были эпизоды. Мои все замечательные партнерши, Люсенька Гурочка-то покойная, да и здешние, они все обожают чеснок, они здоровы. А если, не дай бог, что-нибудь такое лирическое играть, и, не дай бог, целоваться... Но самое страшное, если они ели чеснок, в это время вспоминали, что вечером у них со мной спектакль, и начинали в судорожной его чем-то заедать, какими-то спреями. Так это вот еще страшнее. То есть коктейль получался... Это что-то страшное, какой-то дюшес с чесноком, ужас. Любочка Полищук тоже обожал чеснок. Верочка Васильева, Аленочка Якулева, вот они все чесночницы, но знают, что это чаевато. Особенно, когда начальник пахнет чесноком, от бабы увольнение, от мужика водкой, от бабы чесноком. А вот так от мужика водкой нельзя? Это что-то странное, не ошибленное такое слушать. На сцене не хотелось бы. Самому никогда не приходилось? Нет, я не ханжа, я не могу. Есть артисты, вот покойные, все... СМЕХ Мой ребенок терпеть не может, как я говорю, на непокойной. А что делать, когда все на непокойной? Короче говоря, на непокойной Илья Васильевич Якулев, гениальный артист. Он никогда без чуть-чуть коньячку при его замечательном бархатном тембре, опускался, бархатный, и он играл. Смотрите мне на спинку, пожалуйста. Ну, пожалуйста, что вам трудно, что ли? Не хотите? Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!